сезон у нас ягод продолжается сейчас у нас ёшта смородина крыжовник и чтобы перемыть вот эти горы ягод не перетирая их потому что они уже переспевшие и вот вишня волочная вот у меня красненькая такая она очень тонкая кожица смородина переспевшая я вам сейчас покажу как я мою быстро не трогая даже руками эти вот ягоды от всякой этой грязи берем салатник или миску любую насыпаем ягод много их не надо включаем струю чтобы попала струя именно на ободок салатника сюда и все ягоды наши сами моются как видите грязь вся поднимается и сейчас будет сливаться в раковину а ягоды как видите сами себя моют руками я не трогаю вся грязь смывается прямо в раковину и ягоды чистенькие вот так легко и просто мыть ягоды которые слабо кожица особенно вот в смородине которая перезревшая берем душлачок наш видите ягода у нас чистенькая мы осторожно ягода наша чистая кожица у нас мы не трогать даже руками и выкладываем на просушку посушили мы все свои ягоды теперь мы будем одну часть замораживать вторая часть пойдет у нас на варенье джим и будем делать настойку давайте готовить на 1 килограмм ягод для варенья джим нужно два стакана фильтрованной воды ставим на огонь и кипятим пять минут после закипания воды варенье наше закипает как видите пенку вы можете снять по желанию можете просто и оставить я предпочитаю снимать прокипятить пять минут и дать остыть нашим ягодам процеживаем мы сироп на 1 килограмм ягод добавляем полтора килограмма сахара в этот сироп перемешаем и закипятим этот сироп сироп ставим на газовую плиту и кипятим его 5 минут сахар наша растаял в сиропе сироп наш закипел и мы выливаем его в ягоды ставим мы на огонь и даем прокипеть после закипания 5 минут и будем потом разливать по банкам после закипания мы пенку снимаем все покипело наше варенье 5 минут и мы выключаем его она уже у нас готова разливаем по банкам разлили и закрываем крышками выход варенье два с половиной литра варенье наше застывает смотрите какой она у нас красиво получилось а постоит она еще застынет еще больше видите какое желеобразная варенье ца красивая на вид остынет еще постоит и будет вообще как мармелад потребляя смородиного вино необходимо в обнимку со второй половинкой да с таким красивым вином теплым бордового цвета бесподобный напиток будьте здоровы чтобы не успокоила вас никогда гипертония принимайте все витамины которые находятся в этом напитке засыпаем на 5 килограмм смородины 350 грамм сахара 5-6 листьев смородины хорошо заливаем водой профильтрованной 200 миллилитров ягоду немножко приминаем чтобы дала ягоду немножко сок слегка вот так вот сделаем закрываем крышкой с фильтром наливаем туда водички чтобы булькала наша настойка ставим в темно-прохладное место на две недели немножко смотреть и подряхивать ее обязательно проходит у нас 15 дней ровно две недели открываем смотрим наш жмых хороший сок он запах идет очень приятный такой ягоды наши полностью отдали себя в виду лесу как видите и мы начинаем процеживать а если еще добавить 200 миллилитров водочки это будет еще вкуснее но после этого нужно еще поставить на две недельки темно-прохладное место и дать также потом профильтровать еще раз вот такое получилось смородина вино у нас готова посмотрите какой она красавица темно-бордового цвета его можно пить сыр взять лимон смородина то же самое заморожено дольки мандарина и наслаждаться красивым бесподобным этим вином